Ну что, революция отменяется, чему мне сказано рада. Сами видели, какой был замес, я начал записывать. Думал, что это продлится несколько дней, но в итоге все за один закончилось. И сейчас очень много мемов по поводу того, что вчера 24-й был. Этот день надо назвать «Картофельный спас». Понимаешь, почему? Потому что разрулил кто? Лукашенко. Картофельный спас. Смешно. Сейчас у нас что по планам? Заедем с тобой в банк. Катя же поменяла паспорт в 20 лет. И через месяц ты его снова поменяешь. Короче, у нее заблочили доступ и невозможно поменять. Банком не могу пользоваться, да. Ну, интернет-банком. Надо паспортные данные поменять. Я говорю, а потом тебе снова туда берет. Да, так мне вообще тогда... Я поменяю фамилию. Когда я поменяю фамилию, мне вообще придется все инструменты менять. Ну, благо, у тебя их не так много. Нет, отличная погода. Слушай. В принципе, да. И филиал цветочков маминых. Ой, вообще, как все разрослось классно. Тут прикольно еще понаблюдать. Иногда прилетают пчелки. Вот она, пчелка. А, вот, да. Не знаю, будет что-то видно или нет. Красиво. Очень красиво. Многолетненькие. Считай посадила, да, один раз и растут. Угу. Классно, красиво. Сейчас 23 градуса. Конечно, не тридцатка, но все равно. А когда мы с тобой выходили, такое настроение было депрессивное. Из-за того, что в мире происходит, погода была, какашка. Да вообще, я что-то целый день одуплиться не мог. Хоть там, может, и по камере не видно, но все равно мне это гнетет. Кто-то там язвительные комментарии писал. Так, переходи дорогу. Да, мол, Ежов очнулся. Блядь, я прекрасно знаю, что происходит. Просто зачем обсуждать, если у нас как бы формат влога. Я же не политический обозреватель. Вот это тоже я людей, блин, не понимаю. Ну давайте еще один канал создадим и будем обсуждать все эти темы. Не самые приятные. Свои пять копеек ставлю. На самом деле, я вот в этом совсем ничего не понимаю в политике. Я даже специально не захожу в эти телеграм-каналы, не читаю новости. Я как-то, не знаю, начинаю сразу расстраиваться. Меня это пугает. Вот. И иногда, чтобы быть в курсе событий, я иногда просто вот так вот мы катаемся с Андреем. Ой, как темно. Вот мы катаемся в машине с Андреем, и я говорю ему, давай, в двух словах расскажи, что там у нас в мире происходит. И он все рассказывает. Он каждый день читает новости, он за этим следит, он все это понимает. Но просто на своем канале он все это не проговаривает, потому что у него немножечко другой формат. Ребята, я сейчас звонила в свадебный салон, где я заказывала два платья. Так как там все платья большие для меня, мне, то есть я выбрала фасон, который мне понравился, и с меня сняли мерки, то есть платье будет именно по моей фигуре шить заново. Вот. Я сейчас звонила и узнавала, когда они будут готовы. У нас договор до 10 июля, сегодня 25, да, 25 июня. Да, 25 июня. Вот. И мне сказали, то, что вчера позвонили с фабрики, сказали, что платье уже готово и выслали. То есть вообще понедельник, вторник, то есть завтра, послезавтра, вроде бы, они уже должны прийти, я поеду на примерку. Я просто очень сильно этого жду, поэтому не выдержала, позвонила, хочется уже примерить. Я же примеряла только, думаю, 44 размер, а у меня вообще чуть ли не 38. И когда я примеряла платье, мне сзади вот так зажимали руками, ну, девочки, которые там работали, и я прям полноценной картины не видела. Вот, поэтому хочу уже свой размер примерить, посмотреть, как это все выглядит. И еще я купила уже босоножки. Я буду в одних и тех же босоножках и на росписи, и на свадьбе. Вот. И с этими босоножками я должна буду туда поехать, чтобы примерить платье уже с ними, с обувью, и потом поехать еще к шее, чтобы она мне подолб платье укоротила, потому что они всегда идут универсально очень длинные. Мне нужно, чтобы они укоротили именно под высоту моего каблука, чтобы мне было удобно ходить. Все, мы приехали за кофейком. Но мы еще поедим. Нашу любимую Седжи пицца. И мне тоже надо что-то с дрюками сделать, где-то их укоротить. Мы сейчас записываем блог на мой Canon. У меня оригинальная батарейка сейчас в камере стоит. Есть еще одна нелицензионная. Но она херового качества. Была куплена рублей за 800. И она очень быстро садится. И тут стал вопрос. Хотелось бы оригинальную взять. В свое время в онлайн-трейде я ее покупал за 5000 рублей. Все, блин, начинаю смотреть на Авито минимальную цену, которую я нашел. 8-900. Медведкова, на что уже 12 тысяч одну батарейку продаю. Цены, конечно, капец. Только не надо говорить, что опять я вылез какие-то из норы. Просто не сталкивался с тем, что мне нужна еще одна батарейка. И думал, цены остались статичными. Ни хрена. Батарейка в камере Sony A7s3 сейчас стоит вообще 20 тысяч рублей. Но у нас есть одна оригинальная. Она лежит в ящике, помнишь, где все твое. Капец, конечно, цены. Просто ссаная батарейка. Причем она такая маленькая. У нее объем там тысячи микроампер часов. То есть она не должна столько стоить. В онлайн залез. Там вообще нет таких. Только вот галимый китайский за 500 рублей. Что-то там круче. Приближала. Прещи мои снимаешь? А у меня их, правда, особо нет. Нет, у тебя прещи. У меня вот эта штука, блин. Я к идее помнишь, сковернул? Я только на видеомонтаже увидел, что у меня тут прям ямка какая-то. Это вот когда в Таиланде был. Помнишь, я сковернул? Ты говоришь, не надо, не надо. Я тебя не слушал. В итоге надо было подождать. Ну и что, она пройдет. Еда готова. Сейчас будем лопать. Помоги мне открыть, что-то одной рукой не получается. Уже неоднократно говорил, будете Серджиу пицца по столичьей. Очень вкусно, обязательно попробуйте. Ну и поки здесь, тоже огонь. Кать подтверждает, какая молчуня. Только что болтала без остановки. Как камеру беру сразу. Приятного аппетита. Спасибо. Ну и как ты это делаешь? Покажи. Размешиваюсь, ничего. Ты так делаешь, это профессионально. Там просто внизу соевый соус. И если не размешать, то сначала пресно, а потом очень сильно соленое. В телике, между прочим, сохраняются блокпосты. Я думаю, уже их снесут. Но нет. Все так же. Ну видите? Это я вам вчера рассказывал про эту картину. И на обратной полосе тоже стоит КамАЗ. Тормознул я как придурок, но хочется посмотреть на самолетик. Что за авиакомпания, видишь? Я нет. Какая-то красненькая штучка на хвостике. Не, ну это я понимаю. Не знаю. Я когда из Перми летел, вот так же над этими домами пролетал. Думаю, вы садите меня здесь до дома близко. А что ты все характеристики самолета не назвал? Ты обычно, ой, это вот это, там, Боинг, что-то там. Ты же разбираешься. Мы тут с Катюшкой катались и подумали, что пора бы уже за столько лет провести стрим. Так вот, что хочется. В следующее воскресенье, это у нас какое число будет? Давай глянем по календарю. Сейчас. Ну, типа 2 июля. Да. Прям на ютубчике завести стримчик, поболтать. Какой-нибудь приз выберем для донатеров. Запустим. Должно быть весело. Ну, вы тоже пишите, что вам было бы интересно увидеть, услышать. Вебка у меня есть. Микрофон есть. Комп есть. Останется только все настроить, подготовить. И тип меню еще какой-нибудь разработать. И по поводу короткого контента тоже подумаем. Всякие там гипотезы, протестируем, как что работает. Но единственное, я не хочу, знаешь, придумывать сценарии. Прям такие видны, когда паль. Еще анонсирую, это обязательно ВК, телеги. А сейчас мы пойдем в пятерку. Я снова хочу кефира. Там мне в комментариях писали попробовать один. Но я не видел, что он в пятерочке нашей есть. Поэтому куплю домик в деревне. Классика. Что, может здесь останешься? Я где-то сбегаю. Да, я тебя подожду. Ну, можешь что-нибудь рассказать пока Андрюшка ушел. А мне пока нечего рассказывать. Так как Дровосек зову Катюху, для того, чтобы она мне помогла разобраться в ВК. Реально как дед. Ну, потому что там некоторые вещи неинтуитивные. Сейчас создал первую запись для донатеров. Показал всю свою фото-видеотехнику. Катя добавит чат. Делайте донат и пишите, и мы там болтаем. Ну, такое небольшое сообщество. Я не думаю, что у меня будет очень много донатеров. Но тем не менее. Ну, вы обязательно присоединяйтесь в ВК, потому что контент я буду разделять. Которые идут в ТГ, в ВК. Так. Ну, что ты там шаманишь? Получается? Угу, почти. Эээ, сама не помнишь. Подожди, я уже чат сделала видимым, во-первых. Во-вторых, сейчас вкладку чатов добавлю, чтобы люди могли спокойно переходить. Все? Ну, давай. Спасибо большое. Держи, Петюня. А ты не хочешь рассказать, как ты мне вот эти машинки покупала? Это Наднюху Катюху мне подарила. А я сейчас поближе ее покажу на свету. Вот, смотрите. Вот такая красотка. А где вторая? Сейчас покажу тоже. Ты куда-то делала? Вот она. Вот. И у меня тут уже небольшая коллекция. Это у нас ГАЗ-13 Чайка, 61-го года. Вот в таком прикольном цвете. Надо, наверное, вот так вот показывать. Получше свет будет. Вот. Ну и 22-й ГАЗ, 71-го года. Из фильма следствие ведутся на такие. Очень красиво. И в целом у меня уже машинок 10, наверное. Я тут тоже немножко быстро пройдусь. Баркас, 65-го года. Бэха, 501-я. Так, что тут у нас еще? Победа есть. Запорожье. Это, не помню, Плимут, что ли, машина, если не ошибаюсь. Но тут у меня Копейка. Еще есть 21-й ГАЗ. Мерин. 500-й или 600-й. Не помню. Смотрите, какой красавец. Здоровая машинка. Все в пыли. Надо бы продуть как-нибудь. Но займусь этим попозже. И тут еще есть два домика. Вот этот Катюха собирала. Геморрой, конечно, еще тот. А этот мало. Ну, ты знаешь, что, Катюш, приклеит. Тут балкон немножко отлетел. Да, я помню. Смотри, у тебя здесь два чата. Какой из них какой? Да, я хер знает. А ты как создавал этот чат? Да, я не помню. Создал, наверное, не тот чат. Смотри, сейчас создам только для Дона. Как называть его? Ну, Ежов ТВ. Да, уютная болталка какая-нибудь. Теперь три чата, да? Ну, надо шлепнуть лишнее. Сейчас я шлепну. Ладно, короче, разбирайся. Вот. Так что мне вот такой подарочек прилетел от Катюхи. Вот. Я... Что? То, что я создала, он только для Донов, а ты создал два открытых чата. Ну, ты их шлепни. Не нужны. Я очень люблю машинки, у меня в целом-то все есть. Но если к коллекционке мне прилетает, я очень счастлив. Тут есть целый один участник. Но если что, вы присоединяйтесь. И ты тоже туда заходи. Будем читать и общаться. Ну, я как туда зайду, мне что-то себе денежку платить, чтобы видеть. А ты не можешь себя как модератора сделать? Только если ты меня как модератора сделаешь. Ну, сделай. Ты же за моим компом сидишь. Двое, я помню. Пожелая жесть. А когда Юля, твоя сестра, приезжала, я говорю, схвати ради прикола. А она такая одной рукой. Хоп. Попыталась поднять. Для понимания, это алюминиевый каркас. И весит он в районе, ну, я думаю, где-то 2,5 килограмма. Вот это у меня K-Chrome Q3. И немножко подноготную. Вот эту игру я покупал в Таиланде. Вот эту 200 лет назад. И Monopoly тоже куплена. Не знаю, лет 7, наверное, назад. Здесь вообще клавиатура по-другому. У меня же она кликает. Клевая? Какая у меня будет должность? Жена. Не знаю, какой тебе должность надо. Ты можешь любую здесь... Я не контактное лицо делаю. Мне не контакт надо. Мне надо не контакт. Ребята, это успех. У меня есть один Дон. Это человек, который подписался на 200 рублей в месяц. Да? Да. Прикольно. Это минимальная сумма 100 рублей в месяц можно. Очень прикольно. Я, к сожалению, не вижу Ники. Либо я не знаю, где это сделать, чтобы понимать, кто этот человек. А, нет. Хотя, слушай, вон вижу. Павер Лидман с почином. Даже попадешь во влог. Давай, открывай. Угу. О. Из Лос-Анджелеса. Самый преданный подписчик, да? Угу. Самый первый залетел, попал во влог. Вы тоже присоединяйтесь. Я буду периодически показывать, кто подписывает. Я понимаю, что этого не обязательно делать. Я не хочу, чтобы вы думали, что я какая-то корыстная скотина. Но, тем не менее, мир материальный. У нас свадьба скоро. И денежки все равно пригодятся. Потому что это очень дорого. Да и подписчикам будет интересно, мне кажется. Тот, кто попишется, поддержит канал. Ну, ты вставай, а то тебя она не видит. Всякие эксклюзивные материалечки. Я, допустим, хочу попробовать проводить трансляции только для донаторов. То есть, будет там, не знаю, пять донаторов. Вот я только для этих пяти человек буду трансляцировать. Можно попробовать. Но я пока не совсем разобрался. Если что, мне будешь рассказывать, показывать. Блин. Потому что у меня-то принцип какой? Я тыркаюсь? Помоги, я намотала скотч на палец. Не могу его. Все. Получилось. Так вот. Что я говорил? То, что... Ну, ты читаешь справки, а я просто тыркаюсь по интерфейсу. И не всегда получается. Да, я там сижу, все изучаю. Там так много информации. И вся она как вода. Сложно очень. Ну, ничего. Разберемся. Если мы будем чуть ближе за счет каких-то стримов, каких-то материалов, почему бы и нет. Плюс я создал чатик. Вы это все видели в онлайн-режиме. Практически. И там будем общаться. Я, в принципе, обычный чувак. У меня нету, как некоторые пишут, там, высокое ЧСВ, да, что я там какой-то... Да не. Вот люди, которые подходят ко мне на улице, я со всеми фоткаюсь, нормально общаюсь. На Пхукете люди подходили. Я обычный чувак из народа. С одними мы даже задружились, теперь общаемся. Да, даже вот подружились, общаемся. Мы много времени проводили на Пхукете. Я их на свадьбу позвала. А они заняты, наверное, будут на это время. Андрей, если вы это смотрите, знайте. Нормально же общались. Конечно, Андрюх я не стукнул, такой большой. Ну ладно, не суть. Короче, присоединяйтесь в ВК, будем там вести какие-нибудь приколдесы. Ну и тебя тоже модератором сделаю. Сможешь какие-то материалочки кидать. Как я какой-нибудь смешной. Такой подноготный, который вообще не попадает никуда. Не в Ютуб. Мне кажется, это прямо интересно. Тем более в современном мире люди жертвуют деньги. Ну вот стримы, да, всякие какие-то балбесы проводят. Я назову балбесы, никого не хочу обидеть, но порой трешняк. И они, блядь, миллионы собирают. Просто миллионы. Хотя там, ну просто ругань. Там, ну куча мата и так далее. Я тоже ругаюсь, но до такого, конечно, не довожу. Вот ты, конечно, молодец. Профессионально подходишь. То, что с Ютуба выгружаешься в ВК. У меня не хватает мотивации все это скачать. Но может быть все равно займусь. Может быть там и трафик получу. Кто-то на самом деле скептично так отнесся к тому, что ВК не дает трафика. Я загрузил видос первый. Там уже 500 просмотров. Хотя в группе 200 человек всего. И там внешние просмотры есть. И на втором 400 с чем-то. Для практически нулевой группы. Это прикольно. Потому что если ты в Ютуб пыльнешь видос, там будет, знаешь, сколько просмотров на следующий день? Один-два. У меня к тебе просьба. Ты когда будешь монтировать этот видос, посмотри, пожалуйста. У меня просто карта лежала вот этой стороной. Там все численно были видны. Я сейчас замажу. Не переживай. А я снимаю, плюс еще Full HD. Такое мыло. Чтобы ты обратил внимание на всякий случай. Если что, замажешь. Хорошо. Катюхи все скидываю на свадьбу. И агрегируется все на вот этой карте. Много времени, да, отнимает? Да, я не знаю. Я по три видоса в день загружаю, получается. Это сколько мне так? Получается, что по три. Недели две мне так загружать. Тем более с перерывчиком будет. Может быть, новая аудитория будет. А не сразу ты пыльнешься подряд. Я просто пока не знаю, как все работает в ВК-видео. Буду закругляться с этим влогом. Он достаточно информационный какой-то получился. Но, тем не менее, зато я выхожу на один влог в день. Это все равно прикольно. Сейчас я буду колосочек пить. Лицкий, к сожалению, брянского нету. Надо снова нам сгонять. И блока 3-4 оттуда привезти. И тушеночки. А она же у нас почти закончилась? Ну да. Да, там несколько банок на балконе. У меня 93 подписчика. Еще 7 человек. И я смогу тоже на галочку подавать. Я в прошлом видосе рассказывал, что хочу получить галочку. Подал заявку. И мне написали, что сейчас для твоего сообщества это не нужно. И ты повторно можешь подать ее 12 сентября, если не ошибаюсь. Или какого-то там сентября. Я сейчас тоже не буду пока подавать. Да хрен с ним, с этой галочкой. Она ничего не дает. Ни новых подписчиков ничего не получит. Не знаю. Давай, накрывай камеру. Пока, ребят.